ЗВОНОК В ДВЕРЬ Десятки снарядов по контрольной Киеву силовики открыли огонь по центру Донецка. Под обстрел попала и съемочная группа телеканала РМТВ. Большие надежды считанные часы до встречи контактной группы по Украине в Минске, от которой ждут договоренности о прекращении огня. Новые возможности и желание работать с российскими фермерами после введения продуктового эмбарго для западных компаний активно берутся за дело. Свой взгляд на классику трамвай желаний Тенниси Уильямса увозит в самые далекие уголки человеческой души. Москва прощается с фотокорреспондентом агентства России сегодня Андреем Стениным, погибшим на юго-востоке Украины. Траворная церемония начнется через час в Международном мультимедийном центре на Зубовском бульваре. Уже третий день к зданию, где выставлены работы Андрея, люди приносят цветы, зажигают свечи. Печальное известие о том, что наш коллега погиб, пришло в среду, когда были получены результаты генетической экспертизы, которая подтвердила. В автомобиле, расстрелянном и сожженном украинскими силовиками, на трассе у Снежного находился Андрей Стенин. В той же колонии ехали и беженцы. Это случилось еще в начале августа. И почти весь месяц в Киеве убеждали, что фотокорреспондент мог быть задержан. Похоронят Андрея на Троекуровском кладбище, рядом с могилами журналистов ВГТРК, Игоря Корнелюка и Антона Волошина, и оператора нашего телеканала Анатолия Кляна. Они также были убиты при исполнении своего профессионального долга. Андрею Стенину было 33 года. Он работал во многих горячих точках. Был в Ливии, Турции, Сирии. Командировка на Украину оказалась последней. Работать в зоне силовой операции журналистам очень опасно. Вот и несколько часов назад пришло сообщение, что в Донецке под обстрел попали наши коллеги. Съемочная группа телекомпании РЕН-ТВ. К счастью, все живы. Подконтрольные Киеву военные носили удары по городу с утра и до глубокого вечера. Особенно по центру. Как сообщают очевидцы, были выпущены десятки артиллерийских снарядов. Пять мирных жителей погибли. Многие здания серьезно повреждены. Тему продолжит Тимур Сразеев. Истерзанная взрывами Донецкая земля задыхается от дыма. В огне микрорайон Гладковка. В городе, парализованном войной, еще есть люди, готовые рисковать жизнью, чтобы противостоять последствиям бесконечных взрывов. Обстреливали несколько часов, говорят местные жители. Даже когда канонада прекратилась, многие не выходят из укрытий. Там душно, тесно, но относительно безопасно. Этим людям еще предстоит увидеть, во что превратились их дома. Снаряды из решителя многоэтажки усеяли осколками всю округу. Кто уезжает, не сдерживает слез. Кто остается, не выбирает выражений. Я никогда в жизни не хотел сказать киевской власти и людям, которые оттуда, что я вас ненавижу. Но сейчас, когда мой город бомбят и разбивают, я очень вас прошу, остановите. Я опять же не хочу говорить ничего. Остановите это все. Из-за этого я пойду в оболчение. Господи, что же теперь будет? Женский плач раздирает тишину. Мучительные часы в подземельях, дни и даже недели, когда голодали, все напрасно. Девять человек, которые держались и верили, что выживут, погибли под градом снарядов украинских силовиков. Фашисты! Чтобы проклятали их весь род. Все внецниковские, фашисты, все фашисты, они долбаные. Кто они? Можно судить не только по их поступкам. Люди, чьи родители жили в стране, спасшие мир от фашистской чумы, по доброй воле встают под нацистские знамена. Это видео обучение стрельбе новобранцев украинских силовиков. У каждого нашивка батальона Азов и символ правого сектора. На каске у боевиков, воюющих под украинским флагом, фашистская свастика и символ СС, спецотряда Гитлера. Каратели, которые насиловали, сжигали заживо, убивали в концлагерях детей и женщин-стариков. Спустя 69 лет после этих зверств, боевики правого сектора фашистской амуниции взялись за оружие и обещают, что их рука не дрогнет. Я уверен, что в конце концов победа будет за нами. Ополченцы знают, против чего и против кого воюют. Надеждам боевиков Азова в ближайшее время сбыться не суждено. Защитники Донбасса продолжают наступление на позиции так называемой нацгвардии под Мариуполем. Там находится батальон Азов вместе со своим командиром Андреем Белицким. В эфире украинского телеканала он рассказал, чем закончился вчерашний бой. Там находились сегодня мы, 70 бойцов батальона. Собственно говоря, при поддержке одной зенитной установки, одного миномета и одного БТРа. И это все тяжелое вооружение батальона Азов. С раннего утра начался танковый бой. После того, как были уничтожены два танка и подбили еще один БТР, враг откатился и начал ровнять укрепрайон с землей. Наступление ополчения заснято на видео. На этих кадрах армия Донбасса обстреливает позиции украинских силовиков в чистом поле. Там, где нет населенных пунктов, ополченцы применяют тяжелую артиллерию. Все тот же командир батальона Азов на своей странице в интернете признался, что этот бой они проиграли. Благодарим генералов, которые два часа обещали артиллерийский огонь точной наводкой. Но ничего не сделали. Уничтожена вся наша мизерная техника. Есть двухсотые. Работали плотным огнем благодаря наводчикам-изменникам. В самом Мариуполе армия Украины. Есть сообщение, что часть подразделений уходит из города, но на блокпостах по-прежнему военная техника синий-желтым флагом. На Донецком направлении украинские силовики продолжают перегруппировку, подтягивая резервы. Поддержка идет со стороны Краматорска, где базируются армейские подразделения. Ополченцы ведут серьезные бои за город Дебальцево. Он расположен на дороге между Луганском и Донецком. По данным из штаба ополчения, украинская армия понесла там значительные потери и начала отступать. Силы самообороны ДНР смогли отбить населенные пункты Желтая и Красный Яр. Всего за прошедшие сутки, по сведениям ополчения, они уничтожили один ракетный комплекс «Точка-У», 11 танков, 26 БТРов и 33 грузовика. Это видео одной из воинских колонн украинских силовиков, подбитой ополчением. Атаковали в поле. В ходе этой операции никто из мирных жителей не пострадал. Тимур Сразиев, Роман Гусь, Максим Кулифеев, Первый канал. Прекращение огня. Такой договоренности ждут от новой встречи контактной группы по Украине. В первую очередь заседание должно начаться через считанные часы. Оно пройдет, как и прежде, в Минске. И это будет уже третий раунд консультаций в белорусской столице. Традиционно вся подготовка ведется в закрытом режиме. И даже состав участников заранее не оглашается. Но все предыдущие разы он практически не менялся. Бывший президент Украины Леонид Кучма представляет президента нынешнего. От правительства провозглашенных республик выступает Андрей Пургин. На встрече 1 сентября к нему присоединился Алексей Карякин. И посредники от России и ОБСЕ. О том, что на работу группы в Минске возлагаются большие надежды, успели заявить обе стороны конфликта. Причем руководство Новороссии утверждает, что готовы уже сегодня объявить перемирие. В зависимости от итогов консультаций. Там, как ожидается, Юго-Востоком народует свой проект. Плана мирного урегулирования. Он по многим позициям схож с семью предложениями Владимира Путина. Итак, основное это прекращение огня, причем обоюдное. Отказ от использования боевой авиации и арт-орудий. Освобождение всех пленных. Расширение функций международных миссий. И открытие гуманитарных коридоров. В ДНР и ЛНР рассчитывают, что один из них заработает уже в это воскресенье. Добавлю, что обе стороны заявили, что боевые действия могут прекратиться уже сегодня. С 15 часов по московскому времени. О мирном урегулировании на встрече военного блока говорил и президент Украины. Петр Порошенко, который принимает участие в саммите НАТО в Уэльсе, подтвердил, что готов объявить мораторий на боевые действия на юго-востоке страны. Опять же, исходя из итогов того, о чем договорятся в Минске. Порошенко заявил, что относится к новому раунду консультаций со сдержанным оптимизмом. Ожидает, кроме прочего, более широкого привлечения к работе в зоне конфликта специалистов ОБСЕ. Впрочем, декларация о мирных намерениях не помешала ему сообщить о том, что Украина после ряда реформ будет решать вопрос о вступлении в НАТО. Причем, речь идет не о том, стоит ли присоединяться, а о том, как и когда. Европа подсчитывает убытки от продовольственного эмбарго России. Цельхозяйственный кризис, который после принятия ответных мер на западные санкции усугубляется с каждым днем, главная тема сегодняшнего внеочередного заседания Совета ЕС. Во многих странах склады уже переполнены товарами, которые должны были отправить на экспорт, а созревший к осени урожай просто гниет. Вместе с тем, самые большие экономические проблемы Европы, по данным телеканала CNN, связаны не с российским эмбарго, а с ее собственными санкциями. Американские аналитики пришли к выводу, что именно из-за них в Греции и Испании резко подскочил уровень безработицы, а во Франции и Италии замедлился рост экономики. Против антироссийских мер уже выступили многие крупные европейские компании и ассоциации. Как отметил глава Рафайзенбанка, санкции ударили по всем одинаково. Вот только русские легче переносят лишения. Российские фермеры готовы заменить европейский импорт своей собственной продукцией. В Ярославской области предлагают местные деликатесы. Разные сорта сыров, осетрину, только первой свежести. Ну и картофель прямо с поля. Репортаж Андрея Кузнецова. Она пришла только с поля, ее даже мыть не надо. Чистейшая картошка, не бита, ничего. Руками собрано. Вот оно, главное богатство фермеры Золотова. Урожай в этом году бьет все рекорды и даже не верится, что еще пару лет назад в этом частном хозяйстве пришлось сокращать пассивные площади. Свою картошку, которую выращивают без пестицидов и прочей химии, было попросту не продать. Импортные овощи на полках ярославских магазинов почти полностью вытеснили продукцию отечественных сельхозпроизводителей. Мы хотим зарабатывать и развиваться. И кто сказал, что Россия сама себя не прокормит? Ну, это ерунда. Импорт, конечно, мешал. Мешал все равно. Она, может быть, не такая качественная, но она красивая, помытая. Картофель, допустим. Да, все это лучше. Этой осенью здесь планирует собрать почти 5000 тонн картофеля, а готовы выращивать вдвое больше. Заброшенных полей, говорит фермер, в округе хватает. В хозяйстве сейчас самая горячая пора. Площадь вот этих картофельных полей около 100 гектаров. И чтобы убрать все это, требуется почти месяц. Вместе с отцом трудятся и двое сыновей. Старший Александр уверен, их продукция намного лучше привозное. Запрет на импорт овощей из стран Евросоюза поможет развиваться сельскому хозяйству в глубинке. Это эширская порода. Пускай она финской селекции, но выведена она уже чисто в Ярославле. На то, что спрос увеличится, рассчитывают и в соседнем селе. За последние несколько лет здесь построили и новые фермы, и свой молокозавод. А стадо коров уже в следующем году планируют увеличить на 300 голов. Тогда хозяйство будет давать больше 30 тонн свежего молока в день. Если не будет засилия импортной продукции, я все-таки думаю, что государство повернется лицом к деревне и сельхозтоваропроизводителям наш. И товар будет еще более востребован на рынке, и мы можем увеличивать уже производство. Помогать аграриям готовы региональные власти. Производителям планируют доплачивать по 3 рубля за каждый литр молока, который пойдет на сыродельческие предприятия области. А в ярославских магазинах должны вскоре появиться целые отделы, где будут продавать только местную сельхозпродукцию. Вот это у нас группа молот и стерлид. Мы выращиваем их до примерно 600 грамм. В бассейнах плавает стерлид, по соседству огромные оси тры. И теперь, когда в России ограничили импорт рыбы, на этом заводе тоже планируют развивать производство. Главный технолог, перванец Хорхе Филамена, уверяет, где только не был, но вкуснее нашей сетрины, пожалуй, не пробовал. Я думаю, что наша продукция вообще не только у нас, а то, что в России, однозначно она лучше. Другой подход, может быть, там другие корма, другие способы выращивания. В какой-то степени, да, это будет как толчок для того, чтобы отрасль развивался. Вместо импортного лосося и форели, стерлить и русский осетру. В Ярославле всерьез рассчитывают, что их продукция заменит заграничную. Кто знает, может, со временем и стерляжи уха появятся на каждом российском столе. Андрей Пузнецов, Алексей Исаев, Первый канал, Ярославская область. Банду лжи экстрасенсов, обманувших сотни людей по всей России, задержали в Москве. Как сообщили в столичном МВД, по делу его возбудили по статье «Мошенничество». Проходит 22 человека, в том числе организаторы. Работали целители-аферисты дистанционно, по телефону. Для этого был организован колл-центр. Злоумышленники размещали рекламу в различных средствах массовой информации и предлагали решить любые проблемы, разумеется, не бесплатно. Доверчивые люди сами рассказывали колдунам и магам и о своих неурядицах, и о своей платежеспособности. После оплаты услуг экстрасенс якобы проводил сеансы. Но за один сеанс решить сложные семейные проблемы не удавалось. И клиенту объясняли, что необходим еще один сеанс, а потом еще один сеанс. И люди, будучи уверены в реальности оказания экстрасенсорной помощи, платили сразу за несколько сеансов. Стоит отметить, что наши сотрудники установили, что стоимость колебалась от 20 тысяч рублей до нескольких миллионов рублей. Обыски и задержания проходили не только в столице, но также в Подмосковье и Владимирской области. Изъяты клиентские базы и документация. Хрестоматийные герои, не стареющие истины, столичный МХТ имени Чехова начал новый сезон с классики. Трамвай желания американского драматурга Тенниси Уильямса аудитория знает хорошо. Его показывали на широком экране, на театральных подмостках. Его многократно переиздавали. И все же, как уверяют авторы постановки, это новое прочтение. В чем убедилась наш корреспондент Екатерина Березовская. Она что, она приехала, сделала, рассыпалась. Он проговаривает монолог за монологом, меняя маски с невероятной скоростью. Репетиции перед первой премьерой сезона режиссер Роман Феодори называет не иначе, как сеансами психоанализа. Без которых поставить одну из самых известных пьес американского Чехова Тенниси Уильямса невозможно. Ведь у его трамвая желания только один маршрут. Самые далекие уголки человеческой души. Тенниси Уильямсу не везло ни в Советском Союзе, ни в России. И это на моей памяти едва ли не первая горькая и человековедческая пьеса. Там, где заканчивается путешествие в Новый Орлеан, начинается дорога в никуда. Переехав в рабочий квартал к сестре и ее мужу, бланш окружает себя остатками былой роскоши. И это приближение катастрофы. Сначала столкновение с реальностью вызывает удивление. Я даже представить не могла, что ты будешь жить в таком жутком месте. Потом желаемое выдается за действительность. Вы знаете, я обожаю модную, красивую, дорогую одежду. Но в финале самообман оборачивается безумием. Какого вам знать, когда этот человек не хочет ли мне стать первым? Это о поиске себя и невозможности себя вписать в ту действительность, которая тебя окружает. Попытка создать нечто идеальное, то, что ускользает и то, чего нет. Своих героев Теннесси Уильямс поселил в двухэтажном доме. Затерянном, как он писал, где-то между рекой и железнодорожными путями. На сцене все как в пьесе. Тут и шаткие лестники, и старое пианино где-то за углом. На задворках Нового Орлеана разворачивается история, которая могла произойти и в любом другом городе. История о том, как родные люди могут вовсе и не быть родственными душами. Эту трагедию чувствуешь не просто в монологах, в каждой ноте. За сценой настоящая музыкальная лаборатория. Когда у артистов какая-то тихая сцена, и вот это вот постукивание по цепи, оно звучит совсем по-другому. Пьеса, за которую Теннесси Уильямс получил Пуллицеровскую премию, увидела свет еще в 47-м. Через несколько лет «Трамвай желания» уже кинохит. Фильм с Марлоном Брандо и Вивьен Ли получил сразу 4 Оскара. Вы должны быть Стэнли и я Бланш. Сестра Стэлла? Да. Впрочем, Михаил Пореченков говорит, своего Стэнли сочинял сам и хотел понять, почему обычный работяга стал тираном. Мы решили, что это все-таки человек, переживший в жизни много потрясений, боровшийся за свою жизнь, страдавший и отвоевавший себе этот кусок благополучия. Роман Феодори, главный режиссер Красноярского ТЮЗа, ставивший спектакли по всей России, кино и записи постановок по пьесе Уильямса, не смотрел специально, слушал интуицию и бессмертное произведение старался читать между строк. Каждый человек – это одиночная камера, а искусство – это попытка перестука между камерами. Екатерина Березовская, Татьяна Бодрова и Геннадий Константинов. Первый канал. На этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok